Амкал сейчас охотится за твоими игроками. Да, с двумя, сразу. Но, как же он круто требует, требует... Привет, друзья, это Егоров. Сегодня вместо медиа-скандалов, медиа-трансферы. И сегодня, похоже, становится ясно, кого Амкал хочет взять на замену Прокопа, и кого Амкал хотел подписать из другой команды прямо по ходу медиа-лиги. Что было вследствие перехода Гауча в Тудроц. Теперь Амкал перекупает игроков Фила. Фил, я так понимаю, Амкал сейчас охотится за твоими игроками. Да, с двумя, сразу. Я видел в интервью, что вроде как Мура переходит в Амкал. Переходит? Нет? Нет. Сразу скажу, с Мура еще не все понятно, но есть куда более известный игрок, которого Амкал в ближайшее время подпишет. Из-за которого Амкал, судя по всему, готов будет выложить достаточно много денег, в том числе на его зарплату. Это, кстати, удивительно, потому что от Сипскана мы постоянно слышим, что в Амкале игрокам ничего не платят. Но, видимо, бюджеты изменились, цели тоже изменились, и теперь Амкал хочет подписывать футболистов, нежели финансы. Ну, кстати, про финансы. Хочу напомнить, что ставки лучше всего делать на Бэтбум. Это лучший букмекер по версии премии «Спорт» и «России». Вы все знаете про акции, читайте подробнее о них. У меня... Мура переходит в Амкал. Переходит? Нет? Нет. Тебе интересует Амкал? Пусть Герман ответит на этот вопрос. Если он уже ответит... Слушай, если Герман подтвердит, я скажу, что так или нет. А тебе интересно? Или ты за реалити? Слушай, я первое место в МКС занял. Как бы, блядь, я не знаю, что лучше может что быть. Ну, хорошее предложение, ну, типа Амкал, топ, что я могу сказать. Посмотрим, что дальше будет. Я не... Ну, все возможно. Ну, ты пока... Ну, этот сезон, это МФЛ, ты доиграешь в реалити? Отель, отель, отель по дуге! Под вопросом. Давай, давай, Мил, давай, двоя! Спасибо. Я вам сказал, надо пообщаться, пообщается, но... Со стопроцентно вероятностью, как Мура любит говорить, пошло нахуй все. Ха-ха-ха-ха! А кого еще хотят? Салима. Да? Да. И тут я, честно говоря, удивился. У Фила же всего два медийных футболиста, по факту, из тех, кто играет на поле. Ну, тех, кто хорошо известен. Набыло три. И получается, и Гауча, и Мура, и Салим, всех их разбирают другие команды, практически лишая Фила возможности нормально бороться за победу. Это называется обескровить соперника. И удивительно, что гранды идут на это осознанно. Хотя, с другой стороны, им же нужны медийные. Мне кажется, Салим, это вообще такая душа реалити. Так я о чем и говорю, самое обидное, что как только у нас загорается звездочка, начинает их звезд растягивать. У меня и так с медийными игроками проблема. Я не собираюсь играть, как бы, мужики. Я свое уже отыграл. А тут, как бы, ну, моих единственных медийных игроков пытаются забрать. А его пытаются именно пригласить или перекупить? Все сразу. То есть, ну, как бы, Герман дает очень хорошие условия. Хорошие деньги, да? Удивительно, что очень хорошие деньги. И вот этот, понял, момент роста, конечно, колоссальный. И все в этом духе, чего у нас нет. Но посмотрим, посмотрим. То есть, есть пару пунктов у нас в контрактах. И вообще мысли по этому поводу. Я не против, чтобы игроки уходили в гранды. Но без потерь для меня. Ну, то есть, тот факт, что говорят, что реалити всех перекупает, на самом деле нет. Блядь. Вот именно, что нет. Самое смешное, что реалити ни одного игрока с другой командой не перекупило. Это был Грек единственный. И то мы просто пропукали его перед первым сезоном Фэлла. С нами тренировался полгода. И мы сами тупанули его, не заявили за нас. Молодцы. На пресс-конференции очень хотелось поговорить с Алимом и узнать, ну, во-первых, естественно, сколько сейчас стоит играть за Амкал. Каким будет дальше рынок. Потому что со стороны Грандов, опять же, были заявления о том, что команды раздувают рынок и мешают там тому же Амкалу, дротом. Но, судя по всему, сейчас ситуация начинает меняться. Поэтому очень интересно было послушать Салима. И в том числе узнать, зачем вообще уходить уже, грубо говоря, из своей родной команды по ходу сезона. Все мы знаем, что Амкал сделал тебе предложение. Много денег. Условия хорошей жизни. Сразу скажу, что прошу прощения за качество записи, потому что запись состоялась спонтанно. Ну, здесь же главная информация. Хорошая. И что, ты уходишь туда? Ну, в ближайшее время будет понятно. Ну, пока еще идет вопрос обсуждения между реалити и Амкалом, между Германом и Филом. Ну, то есть, условно, если Фил условно повторит предложение Амкал, то ты останешься в таком формате, да, Соня? Ну, там дело не совсем длинное. Я просто, я считаю, что мне пора сделать новый вызов для себя. Амкал, мне кажется, это очень даже неплохой новый вызов. А то есть, ты немножко растворился уже в реалити, да? Да, растворился, не растворился. Просто все, наверное, уже увидели, что я могу неплохо играть в футбол. Но еще немногие увидели, что я могу что-то дать в едином футбол, именно как в едином персонаже. Вот я хочу доказать, что я еще могу проявить себя в едином пространстве. А зачем тебе для этого Амкал? Ну, это, я считаю, это хорошая платформа. А, платформа в каком смысле? Что будет больше репостов и всего остального? Ну, и большая аудитория, в которой я могу любить себя, любить. А как начались переговоры? Просто в один момент позвонил Герман и сказал, приходи к нам? Нет, это было на протяжении последнего месяца. Какой-то был какой-то интерес. Я сразу же, естественно, сказал Филу, что есть интерес с стороны Амкала. А, то есть просто в один день тебе написали? Да, 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 написали, сказали, что есть интерес. Потом он усилился. И потом в определенный момент стал прям конкретным. Интерес стал конкретным. То есть ты, получается, на позицию Прокопа, который... Я не в курсе, но я думаю, в центре поля. Но, опять же, это еще нельзя сказать, назвать этот переход уже состоявшимся. Должно еще несколько пазлов сложиться, чтобы... А какие пазлы тебе нужны, чтобы они сложились? Вроде тебе медийка нужна. Да. И деньги тебе дают. Ну, хочется уйти из Риалити хорошо. Ни с кем не поругаться, не поссориться. Я думаю, в любом случае, Фил с Германом решат вопросы между собой. И все останутся довольны. В том числе и я, естественно. Примерно. В два-три раза больше, чем у тебя в Риалити, тебе обещали? Скажу честно, на самом деле, вот то, что мне предложили вам Кали, Фил Пурча перепил в полтора раза. Ну, там уже другой вопрос, там уже вопросы совсем диктанты. Ты срабатывал в Риалити за месяц больше сотни? Да, конечно. Да? Да, конечно. Понятно. То есть тебе уже под 300 в последний раз ты предложил? Я не могу сказать. Понятно. Значит, вот эти вот наши переходы летние были непросто. Да нет, ну 300, мне кажется, это боже такой-то. Дальше уже не 300. Более-менее нормально. Мы подождем. Ты будешь там сидеть? Жена будет довольна. Понял. А у тебя есть помимо футбола еще работающие? Бизнес там вот это все? Нет, бизнеса нету, есть, да. Я там немножко занимаюсь тем-7. Но, наверное, если я приняту в другую команду, то сконцентрируюсь прямо уже на футболе и на медийном составляющем. Ясно. Понятно. Ну, что сказать, друзья? Во-первых, стоит, наверное, поздравить Амкал с хорошим трансфером. И медийный никто не докопается. Ну, уже никто не докопается. И, наверное, позицию Прокопа закроют. А Салима можно поздравить с тем, что у него будет и денег нормально, и возможность доставить контент публике. В упрощенном варианте. Ну, а что делать Филу? А мы не знаем, что делать Филу. Как и не знаем, что делать нам, если Амкал и Цудрот захотят получить нашего игрока. Хотя желание уже такое было. И закончилось, чем это все. Вы помните. Голом Илюхи Давыдова в полуфинале. Ну что ж. Нельзя никогда зарекаться. Может быть, и у нас кого-то уведут. А может, мы кого-то уведем. Это был Егоров. Пока.